В темные окна стучали крупные дождевые капли. Это был один из тех противных дачных дождей, которые обыкновенно, раз начавшись, тянутся долго, по неделям, пока озябнувший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было холодно, чувствовалась резкая неприятная сырость. Тёща присяжного поверенного Квашина и его жена Надежда Филипповна, одетые в вытерпруф и шали, сидели в столовой за обеденным столом. На лице старухи было написано, что она, слава богу, сыта, одета, здорова, выдала единственную дочку за хорошего человека и теперь со спокойной совестью может раскладывать пасьянос. Дочь её, небольшая, полная блондинка, лет двадцати, с кротким, малокровным лицом, поставив локти на стол, читала книгу. Судя по глазам, она не столько читала, сколько думала свои собственные мысли, которых не было в книге. Обе молчали. Слышался шум дождя, из кухни доносились протяжные зевки кухарки. Самого Квашина не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу. Оставался в городе. Сырая дачная погода дурно влияла на его грандсет и мешала работать. Он держался того мнения, что вид серого неба и дождевые слёзы на окнах отнимают энергию и нагоняют хандру. В городе же больше комфорта и Настя почти незаметно. После двух пасьянцев старуха смешала карты и взглянула на дочь. — Я загадала, будет ли завтра хорошая погода и приедет ли наш Алексей Степанович, — сказала она. — Уж пятый день как его нет, — наказал Бог погодой. Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала, прошлась из угла в угол. — Вчера барометр поднимался, — сказала она в раздумье. — А сегодня, говорят, опять падает. Старуха разложила карты в три длинных ряда и покачала головой. — Соскучилась? — спросила она, взглянув на дочь. — Конечно. — То-то я вижу, как не соскучится. Уж пятый день его нет. Бывало в мае самое большое два дня, ну три, а теперь шутка ли — пятый день. Я ему не жена и то соскучилась. А вчера, как сказали мне, что барометр поднимается, я для него, для Алексея Степановича-то велела цыпленка зарезать и карасей почистить. Любит он. Покойный твой отец видеть рыбы не мог, а он любит. Всегда с аппетитом кушает. — У меня за него сердце болит, — сказала дочь. — Нам скучно, а ведь ему, мама, скучнее. — Еще бы! День-день ской по судам, а ночью как сыч один в пустой квартире. И что ужасно, мама, он там один, без прислуги, некому самовар поставить или воды подать. — Почему бы не нанять на летние месяцы лакея? — Да и вообще, к чему эта дача, если он не любит? — Говорила я ему, не нужно. — Так нет. — Для твоего, говорит, здоровье. — А какое мое здоровье? Я и болею от того, что из-за меня такие муки терпят. Глядя через плечо матери, дочь заметила ошибку в пасьянстве, нагнулась к столу и стала поправлять. Наступило молчание. Обе глядели в карты и воображали себе, как их Алексей Степаныч. Один-одинешенек сидит в городе в своем мрачном пустом кабинете и работает голодной, утомленной, тоскующей по семье. — А знаешь, что мама? — сказала вдруг Надежда Филипповна, и глаза ее засветились. — Если завтра будет такая же погода, то я с утренним поездом поеду к нему в город. По крайней мере, я хоть об его здоровье узнаю, погляжу на него, чаем напою. И обе стали удивляться, как эта мысль, такая простая и легко исполнимая, раньше не приходила им в голову. До города всего полчаса езды, а потом на извозчике минут двадцать. Они поговорили еще немного и довольные легли спать вместе в одной комнате. — О-хо-хо, господи, прости нас грешно вздохнула старуха, когда часы в зале пробили два. — Не спится. — Ты не спишь, мама? — спросила дочь шепотом. — Я все об Алёше думаю, как бы он своего здоровья не испортил в городе. Обедает он и завтракает, бог знает где — в ресторанах, в трактирах. — Я и сама об этом думала, — вздохнула старуха. — Спаси, сохрани, царица небесная. — А дождь, да дождь! Утром дождь уже не стучал в окна, но небо по-вчерашнему было серо. Деревья стояли печальные, и при каждом налете ветра сыпали себя брызги. Следы человеческих ног на грязных тропинках, канавки и колеи были полны воды. Надежда Филипповна решила ехать. — Клани сижу, — говорила старуха, укутывая дочь. — Скажи, чтоб не очень-то по своим судам, и отдохнуть надо. — Пускай, когда на улицу выходит, шею кутает. — Погода, спаси Бог! — Да возьми ему туда цыпленка, домашнее, хоть и холодное, а все же лучше, чем в трактире. Дочь уехала, сказав, что вернется с вечерним поездом завтра утром. Но вернулась она гораздо раньше, перед обедом, когда старуха сидела у себя в спальне на сундуке и, подремывая, придумала, что бы такое изжарить к вечеру для зятя. Дочь, войдя к ней в комнату, бледная, расстроенная и, не сказав ни слова, не снимая шляпы, опустилась на постель и прислонилась головой к подушке. — А что с тобой? — взумилась старуха. — Чего так скоро? — Алексей Степаныч, где? Надежда Филипповна подняла голову и сухими умоляющими глазами поглядела на мать. — Он обманывает нас, мама, — проговорила она. — Да что ты, Христос! — с тобой испугала старуха и с ее головы сполз чипец. — Кто станет нас с тобой обманывать, помилуй Господи? — Он обманывает нас, мама, — повторила дочь и подбородок у нее задрожал. — Откуда ты взяла? — крикнула старуха, бледнее. — Наша квартира заперта. Двор не говорит, что в эти пять дней Алеша ни разу не приходил домой. — Он не дома живет. — Не дома, не дома. Она замахала руками и громко заплакала, произнося только «не дома, не дома». С ней сделалась истерика. — Что же это такое? — бормотала старуха в ужасе. — Ведь он же писал третьего дня, что из дома не выходит. — А чует? Он где? — Святители-угодники. Надежда Филипповна ослабела и не могла даже снять с себя шляпку. Точно ей дали дурману. Она бессмысленно проводила глазами и судорожно хватала мать за руки. — Нашла кому поверить. Дворнику, — говорила старуха, суетясь около дочери и плача. — Экая ревнивая, не станет он обманывать. — Да и как он смеет обманывать? — Разве мы какие-нибудь? — Ну, хоть и купеческого звания, он не имеет права, потому что ты законная жена. — Жаловаться можем? — Я за тобой двадцать тысяч дала. Ты не беспреданница. И старуха сама разрыдалась и махнула рукой, и тоже ослабела, и легла на свой сундук. Обе они не заметили, как на небе показались голубые пятна, разрядились облака, как в саду по мокрой траве осторожно скользнул первый луч, как повеселевшие воробьи запрыгали около луж, в которых отражались бегущие облака. К вечеру приехал Квашин. Перед выездом из города он побывал у себя на квартире и узнал от дворника, что в его отсутствие приезжала жена. — А вот и я! — сказал он весело, входя в комнату, теща, делая вид, как будто не замечает заплаканных суровых лиц. — А вот и я! Пять суток не виделись. Он быстро поцеловал руки жене и тещи, и с видом человека, который рад, что покончил с тяжелой работой, и повалился в кресло. — Ух! — сказал он, выпуская из легких весь воздух. — То есть вот как замучился. Едва сижу. Почти пять суток день и ночь жил, как на бивуаках. На квартире ни разу не был, можешь себе представить. Все время возился с конкурсом Шипунова и Иванчикова. Пришлось работать у Галдеева в его конторе при магазине. Не ел, не пил, спал на какой-то скамейке, весь изябся. Минуты свободной не было. Некогда было даже у себя на квартире побывать. Так, Надюша, я и не был дома. И Клаш, он держась за бока, точно у него от работы болела поясница, и искоса поглядел на жену и тещу, чтобы узнать, как подействовала его ложь или, как он сам называл, дипломатия. Теща и жена поглядывали друг на друга с радостным изумлением, как будто нежданно-негаданно нашли драгоценность, которую потеряли. Лица у них сияли, глаза горели. — Голубчик ты мой! — заговорила теща, вскакивая. — Что же это я сижу? — Чаю! — Скорее! — Чаю! — Может, есть хочешь? — Конечно, хочет! — сказала жена, срывая со своей головы платок, смоченный в уксусе. — Мама, подавайте скорее вино и закуску. — Наталья, собирай на стол. Ах, Боже! Ну, ничего не готово! И обе, испуганные и счастливые, засуетились, забегали по комнатам. Старуха не могла уже и без смеха глядеть на дочь, которая оклеветала ни в чем не повинного человека, а дочери было совестно. Скоро стол был накрыт, квашен, от которого пахал мадерой и ликерами, и который еле дышал от сытости, жаловался на голод. Насильно сживал и все говорил про конкурс Шипунова и Иванчикова. А жена и теща не отрывали глаз от его лица и думали, какой он у нас умный, ласковый, какой он красивый. Важно, думал квашен, ложась после ужина на большую пухлую перину. Хоть и купчихи они, хоть и Азия, а все же есть своеобразная прелесть. И день-два в неделю можно провести здесь со вкусом. Он укрылся, согрелся и проговорил, засыпая. Важно! Абдулась! Мимо благослений.